Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Как всегда, в нашем проекте мы поднимаем самые главные вопросы, которые касаются жизнедеятельности городского округа Люберцы. И сегодня у нас в студии Дмитрий Петрович Крючков, заведующий территориальным отделом номер 22 Госжилинспекции Московской области. Здравствуйте, Дмитрий Петрович! Здравствуйте! Ну, давайте говорить откровенно. Немногие наши телезрители в курсе, что это за организация такая, Госжилинспекция. Какие задачи у вас стоят, чем вы занимаетесь? Госжилинспекция занимается в приоритете по контролю за состоянием, содержанием общего имущества собственников, как его содержат управляющие компании в надлежащем состоянии, выполняют ли они своевременные заявки, которые передают им жители, которые они выявляют в ходе жизнедеятельности в своем многоквартирном доме. Второй из основных – это начисление заработка. Ну, в какой-то степени для кого-то это заработная плата. Для кого-то плата за… Плата за жилищно-коммунальные услуги, предоставленные собственникам. Это за горячую воду, холодную воду, отопление. Правильно они это начислили, неправильно, в соответствии с содействующими нормативными законодательными актами. Третий из основных аспектов – это у нас сейчас стоит проверка газового оборудования. Вроде газ – это такое хорошее голубое топливо, которому удобно, хорошо готовить, но в то же время это то, что может быстренько и взорваться, и причинить имуществу всех собственников большой вред. Значит, соответственно, что в этом заключается? Это наличие договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, так как собственники, ну, начистою в последнее время, не все содержат достаточно качественное свое оборудование, происходят утечки, и из-за одной маленькой такой утечки может произойти. – Трагедия, да. – Трагедия, как это было в последнее время. – Да, электроэнергия тоже входит в вашу… – Да, да. – Ну, знаете, такой спектр вопросов, и у меня сразу возникает самый первый и главный. Мы должны вас бояться или мы, наоборот, должны вас любить, потому что вы следите за условным, да, жилищником, да, глобальным, который есть в каждом доме. Так мы должны бояться вас или любить? – Нет, мы на страже как раз жителей именно прийти и выяснить все-таки, права управляющей компании, не права, сделали ли она все необходимые перечни услуг, для того, чтобы было в доме многоквартирным жить комфортно и безопасно. – Вот давайте начнем с самого простого. Мы все живем в разных местах, и вообще это слово «управляющая компания», оно нас немножечко иногда пугает. Объясню почему. Потому что сегодня огромное количество звонков, в общем-то мы-то уже привыкли, что это не настоящие, да, представители управляющей компании, но почему-то вот это словосочетание сегодня не является для нас добрым. Почему мы не любим наши управляющие компании? Потому что они что-то недоделывают. – Да нет, я бы так не сказал, что они так недоделывают. Вот, как вы и упомянулись, к сожалению, это стереотип сложился из-за того, что пользуются этим мошенники. И начистое вот мошенники… – Это просто мясно просто. – Да, просто мошенники воспользовались тем или иным названием «управляющая компания», пришли что-то, совершили какие-либо действия, да, и собственники это как бы увидели, и собрались и сказали, вот управляющая компания. Но когда зачастую начинается выясняться, то это пришли какие-то некие люди, которые просто представились, а собственники сами не увидели. – Великое слово «администрация». – Да, представились и сказали. Я почему, в продолжение, может быть, потому что управляющая компания очень далека от народа, не знает просто, что она существует, что как люди выглядят, в чем они ходят, какие у них документы, как они представляются, может быть, с этого нужно начать, и мошенники исчезнут. – Ну, к сожалению, зачастую, как и многие мы, я, ну, живущие в многоквартирном доме, мы при входе в подъезд, мы просто пробегаем до лифта, и все. – Да. – Больше на этом мы завершили, и дальше к себе в квартиру. Но у нас во всех многоквартирных домах висят стенды, на которых вывешена информация, кто управляющая компания, кто генеральный директор, какие телефоны этой управляющей компанией, как можно позвонить в диспетчерскую, где подать заявку, какие обслуживающие организации специализированы. – То есть, прежде чем что-либо делать, нужно заставить себя найти свою управляющую компанию. Вот услышите меня тоже, Дмитрий Петрович, мне кажется, такой важный момент, что многие люди действительно живут, как бы, ну, поспал на работу, с работы поспал, и вот так вот жизнь проходит, да, пока, не прийди господи, там что-то не случилось, да. Масса каких-то проверяющих приходит, то счетчики считывают и так далее, мы еще об этом с вами тоже поговорим. Но, опять же, люди не удосуживаются узнать, что это за управляющая компания, люди даже не знают этот механизм. Так, может быть, вы нам сейчас расскажете, какие есть права у управляющей компании, кто ее создает, прежде чем она появляется на стенде, и действительно, должен ли человек себе хотя бы памятку дома сделать, куда звонить, в каком случае. – Ну, в первую очередь управляющая компания появляется на доме, если в том случае ее выбрали сами собственники на своем общем собрании собственников. То бишь, собственники проводят собрание, выбирают управляющую компанию, утверждают условия договора, на каких это управляющая компания будет работать на их многоквартирном доме, и после этого она уже приступает. Узнать, какая управляющая компания управляет многоквартирным домом, это не составляет сложности. Это первое. Это, как я уже и говорил, на стенде, на при входе в подъезд. Второе. Есть ресурс государственной жилищной инспекции, в котором есть ссылка, называется это АИС-ГЖИ, где можно узнать по адресу своего дома название управляющей компании. АИС-ГЖИ. Да. И самое главное у нас есть система, это ГИС-ЖКХ, где размещены информации обо всех управляющих компаниях на территории Российской Федерации, и где также можно по адресу многоквартирного дома узнать название своей управляющей компании. То есть я правильно понимаю, что вы, как представитель госжилинспекции, считаете, что это довольно прозрачная информация? Да, абсолютно. Потому что, опять же, вот эти все названия, эти ресурсы и так далее, мне кажется, что мошенники пользуются самой простой схемой только потому, что все настолько спрятано под какими-то сокращениями, под какими-то буквами, может быть, просто. А население, оно очень часто в этом плане лениво, пока ничего не случилось, да, оно не заходит. Может быть, каким-то образом надо эту работу, работу с населением, с разъяснением как-то улучшить? Как вы считаете? Да нет, я еще добавлю, что вот на самом деле каждому жителю, как и вам, и мне поступает платежный документ, на основании которого вы оплачиваете услуги. Пока поступает, кстати, скоро бумажные собираются. Ну, в любом случае, в электронном виде. Приходит, да. Да, приходит документ, будет личный кабинет, все равно там содержится информация о номиновании управляющей компании. И всегда, как бы, собственник, ну, да между собой мы общаемся во дворе, да, тем не менее мы знаем нашу управляющую компанию. Может быть, это еще зависит от людей, которые живут в этом доме, что многие просто соседи-то уж не знают, что же там уж говорить про жилищную компанию. То есть не заинтересованы в том, чтобы доме, в котором ты живешь, было лучше, чтобы было понятно, кто им занимается, кто моет полы, кто красит стены и так далее. То есть зависит, наверное, от самих граждан еще. Да, от самих граждан тоже это зависит. Ну, и последняя тенденция, да, вот проходит у нас сейчас азбука ЖКХ, называется «Нашего двора», где управляющая компания приглашает всех своих собственников для ознакомиться, для решения проблем. Также управляющая компания приглашает нас, представителей горжевой инспекции, для участия в этих, где более сложные вопросы, мы даем разъяснения на те или иные вопросы. И сюда приходят реальные люди, вы их видели? Да, да. Реальные простые жители? Да, да. А бывает такое, что вот тут же еще такой момент демократичный, да, или демократический, когда один житель дома хочет, значит, жилищной компанией быть, и другой, и начинается какая-то битва за этот дом. Такие же ситуации бывают? Ну, это существует, конечно, да, такое бывает. Но я, как уже и говорил, в первую очередь это сами собственники должны определиться, тоже будет их управляющая компания. Ну, то есть никуда от этого не деться. Хорошо, давайте теперь пройдемся по газу. Почему? Потому что такая проблема, в прошлом году мы, к сожалению, видели это в новостях, в самых разных уголках страны происходили трагедии, основанные как раз на вот этой вот, казалось бы, обычной проблеме, что если у тебя какие-то проблемы с приборами, значит, надо их решать. И тут двоякая проблема. Одна в том, что, ну, газ есть и есть, никто его не проверяет, не пускают зачастую людей, которые должны проверять. Почему? Потому что, опять же, где гарантия, как понять, что пришел человек, который действительно имеет отношение к системе газа. Потому что известны случаи, когда приходят, говорят, что у вас уже все тут, ну, трагедия, срочно нужно менять плиту. И только для вас, и только сегодня по низким ценам. Ну, развод такой, да? Ну, да. А настоящие-то ходят службы? Я чуть давно их не видел. Да, конечно, ходят. Ходят? Конечно, ходят, да. Как они выглядят? Как понять, что это настоящий представитель газовой компании? Ну, на сегодняшний день на территории городского округа Люберцы, да, работают две основные компании. Это компания Unicorn, которая обратилась к собственникам с публичным договором офферты, значит, и они оплачивают путем платежных документов, да, распределив на каждые месяцы, и они осуществляют техническо обслуживание триквартирного газооборудования. Люди, специалисты этой организации одеты в униформу, у них есть удостоверение, и самое главное, что перед началом работ они, опять же, вывешивают на досках объявления, что вот в период там с такого-то по такое-то число, так Unicorn будет... Но объявления легко подстроить, отделать. Ну, по крайней мере, сейчас все-таки более жесткий контроль висит, значит, приходит человек... А кто должен сказать, чтобы я понял, что это пришло нормально? Я из специализированной организации, пришел проверить ваше оборудование, вот мой бейдж, на бейдж у него указан номер телефона диспетчерской, по которой можно созвониться и уточнить, да, проходит ли сейчас обследование или не проходит обследование. Также можно это элементарно проверить на сайте той специализированной организации. То есть специализированной, у них на первой же титульной странице, как информация висит в список, где в данный момент, какими специалистами, кто проводит обследование данного оборудования. Запустили мы его в дом, он пришел, обследовал наше оборудование, и что по итогам этого обследования, ну, два варианта, хорошо или плохо, что должно быть, протокол, акт, что? Значит, должен быть составлен акт, должны быть произведены разъяснительные мероприятия собственника о пользовании газовым оборудованием, как в случае наличия запаха утечки газа реагировать, как реагировать, если вдруг что-то произошло с газовым прибором. Он должен сказать, например, что вам нужно срочно менять плиту и только вот в таком месте ее купить? Или как-то по-другому? Нет, 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 такого никогда не говорится. Они осматривают плиту и дают рекомендации собственнику, при этом не ограничивая поставку газоснабжения, какие действия совершить. Ей дают рекомендации о том, что эта плита должна быть сертифицирована. Но никаких рекомендаций, где приобретать, они никогда не скажут. А какой документ в итоге должен быть по факту осмотра? Акт. Как он выглядит? Какой-то розовый, голубой, синий? Нет, на обычной белой бумаге составлен акт обследования внутриквартирного газового оборудования, где фиксируется, кто приходил. А если я его не пущу долгое время? Долгое время пустите, соответственно, данная специализированная организация передаст эту информацию к нам в органы жилищного надзора. И мы уже в составе комиссии... Серьезный. Да, серьезный. Орган жилищного надзора, администрация, спецорганизация, управляющая компания начнем проводить обследование. А я вас опять не пущу? Если вы не пропустите, то мы вам составим протокол административного права нарушения о том, что вы не осуществляете эксплуатацию и содержание своего газового внутриквартирного оборудования. А как я должен... То есть вы мне... Ну как, если, например, есть ордер там на обыск, да, если это касается каких-то уголовных дел, а у вас какой-то ордер есть. Ну, я говорю, потому что многие... Особенно люди пожилого возраста, они вообще боятся кого-либо пускать, понимаете, в квартиру. Вот я просто такую сейчас схему для специального разработки... Нет, на самом деле приходит наша комиссия, мы предъявляем свое удостоверение, мы, соответственно, ходим в формы, как вот я сейчас присутствую. Спасибо, что формы одели, что мы будем знать, да. Да, вот. И, соответственно, люди, когда видят удостоверение, ну, соответственно, приходит не один человек, но... Значит, все-таки в какой-то степени мы вас должны бояться тоже. Мы сделаем небольшую паузу, напомню, что у нас в студии Дмитрий Петрович Крючков, заведующий территориальным отделом номер 22, госжилинспекции Московской области. Скоро продолжим. Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, и мы продолжаем разговор на актуальную тему. У нас в студии Дмитрий Крючков, заведующий территориальным отделом номер 22, госжилинспекции Московской области. Мы остановились с вами на теме прихода, проверки газового оборудования. То есть правильно я понимаю, что все-таки контроль осуществляется, и службы работают. Мы поговорили о газе, понятно. Теперь давайте поговорим об электроснабжении, и уже на закуску оставим наши любимые водосчетчики. Куда же без них? Значит, по поводу электрооборудования, простой пример. У нас есть компания, какая-то там «Энергосбыт», название тоже. От нее приходит странное письмо. Ваш счетчик сломан, что-то такое. Вам его срочно нужно поменять. При этом счетчик работает, все проверяется. Скажите, это тоже какой-то развод, или действительно счетчик тоже нужно проверять, и люди, которые приходят снимать показания, это тоже живые люди, а не какие-то там странные персонажи. Нет, это тоже живые люди, это представители энергоснабжающей организации. Значит, на сегодняшний момент, да, счетчик является имуществом собственника. И счетчик считается сломанным, если даже у него истек срок поверки. Да, он может работать, но срок поверки счетчика истек, вернее, срок эксплуатации счетчика, его срок эксплуатации. А где посмотреть этот срок эксплуатации? Срок эксплуатации в паспорте счетчика. Ну, в принципе, он и в законодательстве установлен, это 25 лет с момента установки. Зачастую это является основанием для замены счетчика и для начисления платы именно по показаниям счетчика. А как проверить? Я куда-то должен обратиться, что мне кажется, что вы не правы, что у меня новый счетчик стоит? Ну, в принципе, на счетчике написано его дата изготовления, и, соответственно, эта дата изготовления является отчетной датой с того момента, когда началась эксплуатация счетчика. Если мне приходит сообщение о том, что мой счетчик якобы сломан или, ну, как мы выяснили, устарел, куда мне позвонить? Опять же, вот в этот Энергосбыт позвонить? Да, есть специалисты при компании Энергосбыт, которые могут осуществить замену данного счетчика. Также вы можете найти любого специалиста в интернете, у которого есть на этот сертификат на выполнение работ по замене электрощетчика. А если они оказались неправы, может, у них данные не те? Ну, тогда вы к ним просто привозите паспорт и показываете, что вот у меня на сегодняшний момент стоит такой-то счетчик, он опломбирован, опечатан сотрудниками Энергосбыт, и вот дату у него эксплуатации такой-то. Либо дождаться вот тех проверяющих людей, которые приходят и списывают показания. Да, они тоже могут повлиять на этот вопрос. Да, они зафиксируют у себя, что есть документ такой, что вот счетчик выпущен, допустим, не в 90-м году, а в 95-м, потому что у него есть еще 5 лет эксплуатации. Скажите, пожалуйста, значит, те люди, которые снимают вот эти промежуточные показатели счетчика, они появляются чаще. Как правило, их тоже не всегда люди пускают, потому что либо огорожено там место, где находятся счетчики. Тот же механизм, если долго проверяющие службы не списывают этот показатель, а вы продолжаете платить, да? Мы же не знаем, сколько вы там записываете. Тот же такой же вариант, что потом приходите вы и просите показательщики этот счетчик. Нет, здесь у нас уже другой механизм. Мы здесь не работаем с ресурсно-набжающей организацией, не принимаем участие. На сегодняшний момент в большинстве многоквартирных домов установлены счетчики, которые учитывают полностью потребление всего по квартирному энергоснабжению. И здесь уже вступает в работу именно управляющая компания. Потому что если какая-то управляющая компания сейчас сама оплачивает полностью потребление по квартирам. Ну, это более в новых домах, скажем так, давайте. А в более старых домах, где остались прямые договора, там платят сами собственники. Но у них есть контрольные показатели между ресурсно-набжающей организацией и управляющей. И они видят, что состав употребления там в полном объеме или не в полном. А если ответить на вопрос по замене счетчика, то здесь работает только сама энергоснабжающая организация, она управляет уведомлением. В случае незамены счетчика, они их могут ограничить поставку данного ресурса. А если счетчик, например, действительно уже устарел, человек как-то все это пропускает мимо, ему приходит какой-то другой счет? Ему приходит уведомление о том, что будет приостановка и уведомление о том, что будет начисляться по нормативу или там с повышающим коэффициентом. Этот коэффициент весьма серьезный. Да. Хорошо. Ну а теперь любимая тема, опять же, мошенников, потому что, вы знаете, это интересно наблюдать. Ну, я не беру уже звонки по поводу, как долго стоят ваши пластиковые окна, которых никогда не было, они не стояли, а были обычные деревянные. Вот. Но это одна история. А когда приходят письма, ну, можно прямо принести ящик писем от разных компаний, очень названия все похожи, очень похожи на реальные вот наши чиновничьи такие бумажки с печатью, все, где написано, что у вас счетчик, значит, счетчик воды уже, приходит время поверки, вам срочно нужно обратиться, в случае, если вы не обратитесь, т-т-т-т. Мало того, мошенники дошли до того, что даже пишут, что не пользуйтесь услугами мошенников, то есть сами же про себя пишут. В итоге получается, что люди настолько запуганы и иногда даже не знают, что есть сертифицированные компании, которых тоже можно посмотреть. Вот какова сегодня, на ваш взгляд, на взгляд представителя госживоинспекции, ситуация со счетчиками воды, все ли здесь хорошо, и удалось ли вам победить мошенников, чтобы наши простые граждане ставили нормальные счетчики, правильные, сертифицированные, и платили за их поверку нормальные, реальные, спокойные деньги. Ну, на самом деле, здесь мошеннические действия заключаются не в том, что счетчики не сертифицированы. Все счетчики, которые у нас продаются, даже на рынке, в том же или где-то в магазине, они все равно все сертифицированы, они все допущены к единству измерений по потреблению водоснабжения. А мошенники работают только на той схеме, что зачастую человек, поменяв счетчик, ну, и спустя какое-то время к нему опять звонят, вот ваш счетчик, он плохой, его нужно срочно заменить. И многие на это... Клюют. Да, клюют. Или там, что вот сегодня у нас там акция, я очень зачастую встречал, что вот останавливаюсь при входе на двери, наклеено объявление, на котором написано, проводится акция только вот с такого-то по такое-то число, мы заменим ваши счетчики или там поверим по цене там за копейки и так далее. И вот, и в большинстве люди ведутся именно вот на это. Самое главное, что независимо, где приобрели счетчик, его может установить любая организация, любое частное лицо, имеющее на это, опять же, я повторюсь, сертификат на производство работ по замене водоизмерительных приборов. А дальше уже у каждого собственника остается паспорт на этот счетчик, в котором указано, что срок очередной проверки такой-то год, такой-то месяц. Все. Причем они разные. У одного счетчика может быть свой, но я имею в виду у холодной воды может быть свой, у горячей света. Да. Срок проверки у нас 4 года, это для горячей воды, 6 лет это для холодной воды. Но сейчас немножко счетчики меняются и приводятся к тому, что и горячая вода будет поверяться тоже 6 лет. Через каждые 6 лет, чтобы не было вот этой вот накладки, меньше платить. Нет, по годам просто люди в этом путаются как раз. И на этом и работают мошенники, что вот 4 года и все. Нет, на самом деле все приведут вот к единственному измерению, что нужно поверять через 6 лет. А так счетчики любые можно использовать. Теперь такой традиционный вопрос, без которого мы тоже не можем уйти, это наши любимые заливания друг друга водой, по самым разным причинам. Иногда это происходит по неряшливости, да, это одна история. Другая история, это когда мы соединены трубами, опять же в разных домах, кстати, и в новых домах такое может произойти, потому что где-то чего-то как-то там не так подсоединили. Ты живешь на 9 этаже, заливаешь кого-то вплоть до 5 этажа. Вот как этот вопрос решается? Я приведу пример. Приходит человек с 5 этажа и говорит, вы мне должны там условно 10 тысяч рублей, потому что там я обои, еще что-то и так далее, и тому подобное. Кто должен за это платить? Если это не по вине, если труба, моя труба вот на моем уровне где-то там лопнула, но не из-за меня, просто она лопнула. Ну, скажем так, если эта труба лопнула, та, которая является общедаливым имуществом, то здесь надо поднимать документы и смотреть, пускал ли собственник, приходила ли управляющая компания, чтобы посмотреть, в каком состоянии трубы. Если собственник не пускал в квартиру, но к нему много раз пытался управляющая компания... И галочки ставил. Да, и ставил, и составлял соответствующие акты, документы, то это, да, это вина собственника, потому что он не допустил управляющую компанию для обследований общего имущества, чтобы управляющая компания могла посмотреть, в каком же оно сейчас состоянии, да, и может быть там какая-то есть ржавчинка, каленка, еще что-то, которое может впоследствии прорваться и, соответственно, причинить вред имуществу многих собственников. Если же собственник допускал, да, составленок, что проходили, прообследовали, но произошла такая чрезвычайная ситуация, значит, это уже вина ложится полностью на управляющую компанию. А деньги кто будет пятому этажу платить? Управляющая компания, все с 9 апреля. А если я не пускал, то я? Да. И сколько денег я должен платить? А это как уже присудит суд или по обоюдной договоренности. Ага, то есть даже суд может быть в этом случае, если вдруг кто-то так. Но я что-то не припоминаю, чтобы кто-то приходил, проверял трубы за всю мою жизнь. Ну, значит, у вас плохо так работает управляющая компания. Ну, а их правда проверяют? Да. Они обязаны раз в год проводить обследование системы. Еще два коротких вопроса, я будем завершать, потому что я чувствую, что часа на два у нас тут с вами вопросы. Отключение воды, какие-то работы, связанные с водой, это все решает жилищная компания. Как-то это может повлиять на систему водоснабжения? Где-то что-то, какие-то заторы и так далее, где-то потом может быть... Ну, мы понимаем, что делают ремонт, например, раз, выключили твой стояк, ты об этом ничего не знаешь, тебя не предупредили. Такие же варианты тоже бывают, это нарушение? Ну, во-первых, надо смотреть в суть самой проблемы. Отключили когда? Произошла какая-то аварийная ситуация. Не, не аварийная. Не аварийная. Значит, если это не аварийная, а плановая какая-то замена, значит, соответственно, всех собственников обычно уведомляют, вывешиваются объявления на доске объявлений, либо на двери подъезда клеят объявления, чтобы собственники при входе в подъезд видели, что, да, в такой-то период времени отключат водоснабжение, чтобы там будут проводиться какие-то технические работы, связанные... А если этого нет, это нарушение? Да, это нарушение. То есть, можно вам сигнализировать? Да. Окна вообще входят, пластиковые окна? Есть такая какая-нибудь программа, чтобы заменить везде деревянные старые окна? Или это все пока сам собственник делает? Ну, на сегодняшний день на территории городского округа Люберцы, вот в местах общего пользования, окна меняются систематически и в рамках проведения программы ремонта подъезда по софинансированию. То есть, бесплатно для гражданина? Да, да. Это если повезло? Нет, практически где на сегодняшний день программа идет, у нас она начата с 2016 года, везде, где сейчас прошел ремонт подъездов, везде заменены. Как часто вы просто можете прийти и проверить вообще соответствие, да, как представитель гос. жил. инспекции, как это происходит в городском округе Люберцы? Ну, происходит это по путем обращения, поступления обращения граждан. Либо это в рамках мероприятия по подготовке к осенней и зимней эксплуатации. Мы также выходим, смотрим, осматриваем весь дом, качество его подготовки. Сейчас мы готовы к осенней и зимней эксплуатации, как считается? Процесс еще идет. До 15 сентября у нас установлена подготовка к осенней и зимней эксплуатации. Спасибо большое. На студии был Дмитрий Петрович Крючков, заведующий территориальным отделом номер 22, гос. жил. инспекции Московской области. Еще раз внимательно посмотрите, послушайте нашу программу, дабы мошенники не воспользовались вами, потому что наше жилище, наша жилищная компания – это все одно общее дело. Так что будьте внимательны. С вами был Николай Пивненко, это программа «Открытый диалог». Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин